75 лет назад началась героическая оборона Севастополя 1941-1942 годов. Она вошла в историю государства как пример героизма, мужества и несгибаемой стойкости воинов советской армии, плота, жителей города. 250 дней и ночей севастопольцы боролись за свободу родного города. Бойцы и горожане рука по боку строили рубежи обороны. Свыше 15 тысяч человек севастопольцев добровольно вступили в народное ополчение и пополнили воинские части. Бесконечные арт-обстрелы не сломили мужества героев. Несмотря на острую нехватку боеприпасов, стрелкового оружия, отсутствие резервов, защитники севастопольской твердыни умели сковать крупные силы врага. Неприятель понес большой урон. Планы гитлеровцев были разрушены. Дорогие ветераны, я хочу выразить вам огромную благодарность за ваше мужество и героизм. Вы не только отстояли родную землю и спасли мир от фашизма. Вы защитили наше право на жизнь, свободу и будущее. Низкий поклон вам за ваш бессмертный подвиг, стойкость и отвагу. Слава ныне живущим и вечная память павшим защитникам Севастополя. В честь 75-й годовщины начала героической обороны правительством города Севастополя подготовлено большое количество мероприятий. Их главными участниками являетесь именно вы, наши дорогие ветераны. В память о тех трагических днях организованы экскурсии к местам воинской славы, конференции, выставки, показы кинофильмов, концерты, встречи с молодежью. Мы поставили задачу и привели в порядок территории памятников. Благоустроили мемориалы побившим воинам. У памятника солдату и матросу вновь зажжен вечный огонь. Правительство города чтит память 75-й годовщины начала героической обороны Севастополя. В этот день желаю всем мирного, неба, благополучия, добра. Город-герой Севастополь навеки останется символом непреступности, местом памяти событий, которые никогда не должны повториться впредь. Дорогие друзья, сегодня с нами в этом зале те, кто был непосредственными участниками событий с 75-летней давности. Благодаря их стойкости, мужеству, верности, воинству, гражданскому долгу, враг был остановлен под Севастополем на долгие 8 месяцев. В конечном итоге достигнута победа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Сегодня среди нас тех, кто проявил невероятную силу духа, смелость, волю к поведе, это жители осажденного Севастополя, города фронта. Это их руками были построены оборонительные рубежи, оборудованы укрытия. Постирано тысячи единиц военного обмундирования, сделано множество обыденных, но таких необходимых дел. Жители Севастополя по праву разделили воинскую славу с его доблестными защитниками. Они были бойцами, они работали на фронте и для фронта. Дорогие наши ветераны, вы сегодня продолжаете служить Севастополю, нашей великой России. Активно участвуете в общественной жизни города, неустанно работаете с молодежью. Позвольте от имени депутата законодательного собрания, от всех севастопольцев, прежде всего сказать вам огромное спасибо за все, что вы делали и делаете для нас, для всех севастопольцев, для нашей Родины. Позвольте пожелать вам прежде всего крепкого здоровья, сил, бодрости духа, чтобы все были, все благополучно и у вас, в ваших семьях. Именно о вас, в далеком 1942 году, очень точно сказал журналист Александр Моисеевич Маматан. Пройдут годы, пройдут века, люди, защищавшие город, навсегда останутся бессмертными героями великой севастопольской эпопеи. И слово «севастополец» будет понятием долга, мужества, чести. Так было и так будет. Севастополь и севастопольцы никогда не забудут в 150-дневную героическую севастопольскую страду. Нам, вашим наследникам, придется очень много потрудиться, чтобы стать достойными приемниками слабых героических защитников Севастополя. Спасибо вам огромное.